Как и ожидалось, основной боевой танк Challenger 2 снова был уничтожен спустя 30 лет. Украинский конфликт стал кладбищем западных танков. До этого мы видели, как немецкие и американские танки становятся жертвами минных полей и противотанковых ракет. Так называемые первый танк Европы, Leopard 2 и американский Bradley постоянно уничтожаются на поле боя. А недавно британский танк Challenger 2 также был уничтожен на Запорожском направлении. Это было подтверждено многими источниками, в том числе и английской армией. Многие шутили, что защита этого танка такая хорошая, потому что Англия боится умереть. В принципе, так оно и есть. Также можно заметить, что риторика хвостовства этим танкам у Англии поутихла. Однако защита у этого танка действительно неплохая. Это проявлялось в многочисленных наступлениях с этим танком. Например, в 2003 году в Ираке произошел огонь по своим. Армия союзников США атаковала Challenger 2, и до последнего времени это был единственный случай уничтожения данного танка. В этот раз Challenger 2 был поражен армией России, а значит ореол непобедимости этого танка, которым он обладал в средневосточных пустынях, полностью разбит. Это с учетом того, что Challenger 2 на Украине работают в парах с американскими БМП Striker, которые у американцев тоже считаются лучшим БМП в мире. Но, как показала практика, стоило только Страйкеру с Challenger появиться в Запорожье, они тут же были разбиты. Так же, как Леопарды с Брэдли. Это говорит о том, что Россия придает особое значение западной технике в украинском конфликте. Сейчас уже две модели основных боевых западных танков пали жертвой русского оружия. Кто же следующий на очереди? Вполне возможно, что следующими будут те 30 танков Абрамс, которые США постоянно обещают поставить на Украину. Пока не ясно, это будут М1А1 или М1А2, но по разным оценкам, скорее всего, это будут восстановленные, отремонтированные М1А1. Абрамсам нужно быть готовыми к жестоким сражениям на поле боя, минным полям, противотанковым ракетам и прочему вооружению, иначе они очень быстро будут подбиты. Кроме того, уничтожают танки не танковая техника, а ракеты, беспилотники, противотанковые ракеты, выпущенные с вертолетов и так далее. В общем, полное уничтожение Challenger 2 в Запорожье бросает Абрамсы в холодный пот. Ранее США составляли рейтинг танков, свои танки располагали в топе рейтингов, а российские и китайские располагали в самом хвосте, по сути, превознося свою танковую технику на пустом месте. А как только эти танки попали в столкновение с армией России, то реальность расставила все на свои места. Оказалось, что эти танки вполне себе победимые. Как говорится, чем больше шкаф, тем громче падает. Это говорит о стремительном развитии военных технологий. Ранее главные действующие лица военных действий по всей планете, в лице США, сейчас превращаются в третьестепенных актеров. Дальнейший результат развития военных технологий – это превращение текущих так называемых наземных королей, то есть Абрамсов, в подземных тараканов с помощью беспилотников, вертолетов и ракет. Продолжение следует...